Кто готов к доске? Находится внизу 9-го разворота, да? Это верно, что у вас есть и 10-й, и 11-й? Да. Хорошо, мне важно, еще одно занятие, но вот на это одно занятие я немножко вложу текст, перескочив вперед. Ага, еще один, стоп. Да, ну а что делать? Уже на пройду, что-то? Да делаешь, что-то я срываю, мне не ясно, к чему делаю. Конец, один, стоп. Спасибо. 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 Думать. Думать. Дальше. Дальше. Что здесь присутствует? Т, эр, видимо. Ну, на самом деле, цепочка непосредственно, как вы думаете, мантрина, от какого слова образована? Мантра. Мантра. Мантра, конечно, да. Так что это просто азис, естественно, пускай цепень инна, так или... А что за суффикс тракт? Ну, это инструменты в широком смысле слова, инструменты или результаты. Значит, мантра. А что значит мантра? Мантра. Ну, я понимаю, что мантра, значит, мантра по-русски. Это более простое значение, исходное. Ну, а просто возьмите, если корень мант и суффикс тракт, ну, так, буквально инструмент мысли, но и сама мысль, и продукт мысли. То есть, мысли есть. То есть, первоначально мантра, просто мысли и все это дальше. Весь великий ряд значений, которые существуют. Дальше. Следующий. Ин. Ин. Что за суффикс? Мантрин. Да. Ну, значит, мантрин тот, кто занимается мыслью. Тот, кто думает то, что надо. А что значит мантра? Реально. Следующий. Инный. Заклинатель. Министр совместа. Да. Здесь уже и министр. Тот, кто должен думать при государе. Государь не деснет думать, а при нам деснет думать мантри, который в точности происходит. Мантра, мантри. Да. Да. Пожалуйста. Дальше. Так. Это С. С. Да. Вот это пример того, что не так уж редко бывает, что при положении сананта внутри корня у вас могут быть иногда в одном и том же корне оба варианта. Это нормальный вариант тарш и вариант санбрасара на драч. В данном случае это просто эффект того, что я согласен после тарш, чтобы врачей. Такой и какой? Да. Гам. Да. Гам приходить. Да. Так, и на этом примерно такое. Да. Так. Да. как будто инфинитив, видим откуда идти да, инфинитив откуда идти в инфинитиве i не теряется что значит неворонитель ну вообще, видимо, подкорный варб да там препятствовать, закрывать и так далее в данном случае что это следует в данном контексте не вар означает, есть значение предотвращать мне кажется, в этом и значение предотвращать в данном случае удерживать в СД да, и последнее последнее я все целиком нашла это А, Тур, это больной и не терпел к сожалению, это из тех случаев, когда нас очень много, наш морфемный анализ не даст даст только то, что А здесь приставка а Тура само в себе тоже значит больной такой А Тура особенно больной да, совершенно не знаю это из тех слов, которые вдруг простым корнем мы свести не можем все все весь перевод, пожалуйста а это не только что клеить ну, Мальгофер считает, что это не ясно происходит тогда дословно получается каждый городской человек ну, все все-таки а вот маленький маленькая деталь джанах, конечно, может значит, человек, но может, значит, и собирать блюд придут да так что Пау Раджанах здесь не один человек, конечно а городской народ так с министрами вместе в городе царям увидеть решу ну и отвратить этих людей ну что бы отвратить так что на самом деле здесь форма вполне соответствует вот здесь супина но реально это, конечно, инфинитив просто насколько супина нет в санскрипте но в точности тоже употребление синтаксической после пришли плюс акузатив от глагольного это то, что дает супина нормально в данном случае когда супина нет то вместо него как известно что это инфинитив ну это ровно тот же эффект когда что-то случилось в русском по сравнению с древним русским да который случился в санскрипте пришли удержать ну как и сейчас мы с вами такое вполне можем сказать пришли удержать и последнее невероэта воатора ну удержать ну как бы больного ну больного да в данном случае мозговым образом больного не больного что точно выполевшего да хорошо да прочтите пожалуйста в плавнике я думаю что ввиду того что у нас так хорошо сейчас желающим доске мы будем понемножку кармин спасибо если пожалуйста спасибо 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 надеюсь, вы сами ощущаете некоторое удобство от того, что у нас большое количество слов разлагается на простые уже вам известные элементы потому что каждый из них, конечно, можно в словаре о кончательном значении посмотрите все у вас будет большое количество десятков слов в общем, не понятно, почему именно так не будет означать великолепный удерживать и так далее на самом деле, все распадается на небольшое количество ну вот А, Турамо встретился, это неприятный случай мы не можем это свести а все остальные слова, ровно так, прекрасно сводятся к небольшому ассортименту в котором мы знакомы в этом смысле заимствование здравецких языков, конечно, неприятно выглядело, что ничего сказать не умеет но они так тоже разлагаются конечно, для простого застаката у вас случайно написано «Пауру» вместо «Паура» нет а звучат а спасибо спасибо так, пожалуйста, замечание нет Ну раз больше нет, то вы помните ли это деление? Татаха тогда, затем, сутра это мы видим послание А, да, кстати, а насчет санхи А, санхи? Да Сунтас Как вы говорите? Синдавиды нет Пешас Поворач Час Сарвас Дворитишчатикарьяван Икарьяван Что вы говорите? Ну, по пани, это эшас Парган эшаса не выступает никогда Но поскольку там где это потребовалось Он будет в основном эшаса Но, тем не менее, против пани, тут нет Это абстрактная форма этого слова, которое я никогда не говорил Все верно На конце, если вы устанавливаете эс по санхи Тогда у вас не должно быть эс, извините Тогда у вас должен быть эшаса Я ничего не говорю, не спорю Я здесь не поставлюсь по санхи, поэтому я спорю Не, ну типичное окончание эс с номинативом эшаса Ну, оно пересогласно Ну, оно пересогласно Гухилл должно быть шах Пересогласно Ну, как-то так Ага А его нету А его нету Это должно быть Возвращаться наружу Нет А никуда не делали Я не права Оставив здесь А? Ну, окончание эс Может, его здесь нету В окончании эс Но только перед глазом То есть, вообще ничего Вообще ничего А как будет, если не эша, а просто эс? Саха Да, точно так То есть, и так же са будет Почему я иду, не спинусь, хорошее слово Ну, они считаются двумя исключениями Саха и эшаса Считается, что у них в окончании выпадает всегда Ну, раз мы застряли на этом слове, то полезно маленькое отвлечение Значит, действительно Это фантастика Такая совершенно Абсолютно выламывающая Система Что у вас са В чистом виде Все Больше ничего Никакого нет Притом, что всякое другое Вы должны Какой-нибудь К Будет К С Яс Ну, таз 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 Не будет, это са и есть таз А В этом-то и кризис может быть Яс Будет совершенно верно Яс Другое дело, что перед гласными Если дальше начинается что-нибудь Гласные То у вас не будет слияния Если это будет тоже са То с точки зрения панини Панини У нас должны быть истолкованы Как то, что это Было с и Посадки Пропад Тем не менее, в самом простом случае Когда здесь идет Допустим, наша Павра Аджана Вот Здесь будет Посад И все Такая полная аномалия Но Совершенно в точности Подтверждающаяся Тем, что по-гречески Это тоже будет Воз 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 из Йоз Вообще говорят Ясно Нормально Так что это Нормально О, так что это Никакая случайность Древнейшая Фишка Сохранили Местоимение Четнее Это из-за частотности Или за чего? Так вот Это служит Самым Сильным Я не скажу больше Окончательным Сильным Арбудентом Это то, что Что такое Индоевропейское Окончание С Неметный Это слово Здесь оно Все в чистом виде Ему уже Нормально Это из таких Красивых Ходов В реконструкции Европейского Когда Дикая аномалия Санскрита и Греческого Оказывается Нормально Совершенно правильно Древнейшая степь Ну вот И второй шакр Но еще По поводу Санххов этого слова Если следующее слово Начинается С краткого То у нас там Аваграха появляется То есть будто бы у нас было Изначально это окончание С Совершенно верно Дальше Там практически Конечно Это уже Выработалось В санскрите В аналогии В самой простой форме Осталось древней Хорошо Дальше То есть затем Или тогда Султас Это сказитель Или посланник Ну Немножко далеко Не нашли никакие Другие значения Возница Конюша И сказитель Вот здесь он конечно Возница И есть Первое что приходит в голову Как это связано С корнем Су Рождать Или выжимать Да Так Это Не тот корень Что Су Рождать Опять таки Если посмотрите Не помню Есть ли у меня Никольный список Второй Но Есть И Су Второе Убуждать Двигать И так далее Скорее Там только Су Рождать Нет Су Выжимать Су Рождать Да Ну вот второе Выжимать Ну выжимать Это один из переводов Там до краткости Другие Нажимать Форсировать И так далее Ну в частности Одна из ветвей Погонять Быть Возницей Так что Вот от него Су Причем это Обычно рассматривается Такой Яркий пример Того что Вообще говоря Первоначальное Не было пассивным Оно В целом Ряде слов Сохраняет свое Нейтральное значение Первоначальное Даже при переходном Вагону Суто Это возница А не комик В каком-то смысле Возница Погоняем И хозяином Возница играет большую роль Еще во всей давнейшей истории Да и сам Наль во время тремени Оказывается Возница Это важная Такая фигура Это Важный персонаж В своей истории Мы От истории Довольно мало Прошли Но это Возница Ничего другого Не узнает Только что Он здесь назвал То есть Нейнотип Единственное число Тогда Возница Купа Гамья Подойдя То есть Это Герундив От корня Гамм С двумя приставками Купа При И А Возначение При При Подойдя Домаянтия Это Датив Единственного числа Но От имени Домаянтия То есть Он Подойдя Домаянтия Нья Ведая Сказал То есть Инперфект Приставка Абмент И корень Вид Вед Два ступени Веды А почему здесь Веда Потому что Вид такой Загадочный Корень Заставил Узнать А У вас После Веды Суффикс Суффикс Я Просто Я Ну Суффикс То есть Либо Десятого Класса Значит Коузатив Значит Коузатив То есть Совершенно Правильная Голосовка Коузатив Вид Знать А здесь Коузировать Чистейший Коузатив Если Что-то Знать Объявлять Сказать Сообщить Коузатив Конечно Знаменит Да Потом Эша Без применения Этот Номенатив Единственного числа Эша Пара Джанах Ну это уже было То есть этот городской люф А Сарвах То есть весь Тоже номенатив Единственного числа Два Ри Локатив Единственного числа Два Дверь То есть дверь Тишчхате Дверь Но одновременно И двор Это Это Весь двор Или уместен Значит Два Два Дверь Ну действительно Здесь Поскольку И Это Форма Более подходящая Для значения Дверь Но тем не менее Они смешиваются Очень хорошо Заметьте Во всех Форест Дверь Латинское Форум Форест Двери Форум Двор Дверь Двор Русской И это Практически Загадкой Там Является только то Почему Расскрите Д А не Дх Поскольку Все остальные Языки Латинское Латинское Форум Ф Прилыхательное Английское Дор Д Если Было Д То Т Так что Это Тут Таким образом Потерялась Дыхательность Так иначе Это Некоторая Аномалия Синскрита Которая Здесь Вместо Ожидаемого Дхвар Двара Дает Двар С Такой Потеря Дыхательность Не буду Перечислять Техот 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 На обычное Настоящее Время Я Говорил Вам только Но Не договорил до конца Когда Вы оставляли Сэндхит Неплохо А С Смотрите Несколько Согласных Никто на конца А Какая Основа В словаре Вот такого Слова Зависит от словаря Иногда Карьяват Иногда Карьявант А Краткое А значит Почему здесь Потому Что Агласный Отпали И в этом случае удлиняется… Ну, реально это просто привязано к ревматической форме. Да, ревматическая форма, наверное, не делается, но реальность имеет то есть удлинение. Оно, по-моему, даже в том случае, если бы ничего не отпало, то есть это признак именно… В реальных случаях именно так… Монанс и так далее. Да, это очень интересное слово, потому что, ну, тут у нас вторичный суффикс «ван», ну, или «ват», то есть обладающий чем-то. Да. Ну, то есть это определение, согласованное с городским людям. И чем же обладающий? Да, обладающий карий, а карий – это герундив, то есть от корня «кр» делать, и карий – это то, что должно быть сделано. Вот, и то есть получается, что народ обладает нечто, что он должен сделать. То есть, как бы, ну, у него к царю есть делу. И именно вот в этом смысле тут это так и отражается. Да. Ну, сделано. Да, совершенно точно. Имеющий или менее. Да. Карья – карьяван. Ну, если карь – это дело, то, что надо сделать, правильно, да. Карьяван – тот, у которого есть что-то, что надо сделать. То есть, есть некоторая цель, некоторая забота. Бизнес-бизнес. Ну, карьяван, пожалуйста, там стоит озабоченный, там. То есть, стоит имеющий, имеющий, имеющий некоторую проблему, как сейчас, наверное, нужно было бы сказать. Карья была бы проблема, какую-то надо решить. А карьяван – тот, кто удручен или подавлен, или обременен гиппторикраммом. Хорошо, переведите все вместе. Тогда возница, подойдя, сказал Дамаянте. Поверил. Этот городской люд весь стоит в дворах или во дворе и имеет дело. Да. Прочните, теперь. Татах сутау паагамья дамаян кьяй не ведаят. Эша параджанах сарвон варитих тхатикарьяван. Все, спасибо. Замечательно. Поскольку у нас такой очередь, то следующий. Я, конечно, рад видеть такую характерную до конца занятие партию. Хватит. На доске не хватает. Я, конечно, рада сделать. Хватит. Благодаря. Замечательно. По этой теме. Главное. Замечательно. Победа. Не записывайте своих идей. С точками у нас все в порядке? Не записывайте своих идей. Не записывайте своих идей. Не записывайте своих идей. Не записывайте своих идей. Тогда пока это пишется, я скажу, что я жду вас на последнее занятие. На одиннадцатом развороте. Конец всего разворота. Последние раз, два, три, четыре страфа. На правой части разворота со словом «татах» и «тапушкаром». Дальше такой печальный конец этой истории. Так, вы не берите все, что надо разбереть. Что за часть «татах» у вас получилась? Все хорошо. У вас последняя сверстка. Харма, у вас просто у меня в одном слове написано. А если в одном слове, тогда у вас не получается чего. Тогда у вас между «артха» и «дорщинах» был бы пробел. Если вот так делается, как правило, то у вас здесь, мне кажется, что… При таком разделении единственная возможность – это, чтобы у вас был локатив, и то от мужского рода, от последнего рода. Так, ну и первое – это императив. Третьего лица, единственного числа. И тут может быть либо медиальный залог, либо пассив. Но я так полагаю, что тут пассив. Пассив, да? И что это значит буквально? Ну, это значит сообщить, но заставить, чтобы он не знал. Что такое императив? Пусть что-то… Пусть будет оповещено. Он тут никак не скажет. Пусть всегда оповестят, не шанс. Пусть будет оповещено. Пусть будет оповещено. Это нормальная форма для санскрита, соответствующая русской формуле вежливости. Ну, типа, оповестить, пожалуйста. Он прекрасно работает не только для глагола типа оповестить, который переходный, но и, скажем, гамья там совершенно типичный. Пусть будет поедено. Это совершенно нормальная форма, чтобы сказать, пожалуйста, подите. Так что, довольно очевидно, что они должны были реже образоваться в этой ситуации. Понимаете, что так-никак надо воздействовать на государя. Да. Да. Так. Ну, это… Затем снимались. Да. Затем. Да. Это всех. Затем снимались. Все это было сказано, как вы помните, Домаянти. Они умоляют Домаянти, чтобы ею было воспроизведено то действие, которое называется «нигатятан». «Пожалуйста, известите». Пусть будет извещено. Так. Вот это номинатиус плюралис существительного прапортия, который состоит из приставки «кород Хар», кстати, очень многозначные существительные. Да. И какие значения нашли? Природа, натура, основы государства. Но в данном случае это обозначение всего, я так полагаю, что это обозначение всего народа. Всего народа. Подданные. Да. У нас все это подданные. Действительно. Эта номинатиус плюралис? Почесть. А какого рода это слово прапортия? Пожжасского. 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 Это номинатиус плюралис – это стоящие, находящиеся. Пожжасского. Пожжасского? Пожжасского. Так, дальше, вот это слово, это у нас восьминное причастие. Оно образовано от корня. А вы не торопитесь, считая, что это пассивно? Марш,окоин, посмотрите. Марш, а с какого класса? Да. Она четвертого класса. что значит марш это значит прощать изменения еще терпеть допускать позволять первое простое значение забывать терпеть мысли кому нибудь что-нибудь терпеть и что такое не позволяющих не допускающих не забывающий пожалуйста тоже не могущее забыть не могущее не могущее перестать заботиться о вот это существительное я считал двадцать шесть переводов так что надо выбирать конечно самое первичное значение такое я думаю что это уже неприличное просто по камневой по морфинам ас это еще бросать это бросать это второй аммонинг ас это быть ас бросать но ви ас первоначальное значение какое разбрасывание Independence значение Lucas значение более дальнего ряда которые сперва идут на то, что разбрасывание может называться всякое очень такое активное агрессивное действие вообще активное действие в том числе и хорошее активное действие ну и плохое активное действие а плохое активное действие но и здесь у нас подходит именно этот ряд, то есть уже в значении несчастья к сожалению, это из тех случаев, когда без словаря ничего не поделаешь а даже когда словарь есть, то еще хуже ничего не поделать но это особенность сенскрита, которую он славит так, это обдатиф для царя только обдатиф? чье несчастье? смотри, чье расчет все-таки немножко странное сочетание несчастья от царя то есть возможно, конечно, если он расслепел дхамма это долг, обязанность, закон ну, закон ну, допустим, закон артха это для, ради, и вот оно участвует ну, артха, вообще говоря, дело первоначально а дальше, конечно, может, получается, в деле чего-нибудь, это значит ради чего-нибудь по причине чего-нибудь, что артха потом может служить таким послелогом это довольно естественно так что, действительно, в деле закона здесь, ну, дело закона, соблюдение закона так, ну, и даршина это прилагательное а дарш? ну, тут, номинативы справились, это все сложное слово да здесь корень дарш а если номинативы справились, то с чем это связано в правокразии? тогда оно связано с ну, вот это вот вы считаете, что в царстве за соблюдением закона следят все жители? это хорошо мне кажется, что вы не правы так по устройству нормального суда так что придется как-то в даршинах еще искать другие грамматические пути это может быть, может вы относиться тогда к несчастью? к виду несчастье, а как это делать? несчастье у вас, кстати, превратило символярис как вы знаете, получится, превратило символярис для формы на ас вот, кстати, у вас снова на согласно но посмотрите, с кем это а вот в русском переводе это переводится как знаток дхармы и артхи то есть как два дхармы так это может быть? ну, в данном случае ну, может быть и знаток, конечно главное, что он должен близки так, чтобы соблюдать это но вот грамматически это может быть первая часть Двандова? дхармы и артхи может быть, в принципе, может быть как искусство и дхармы и артхи что-то быть? такой вариант у вас вознесли ну, вот, а то у вас работа у вас чисто дает вы просто смотрите ас а не очень рядом стоит царь с окончением ас а вот что царь должен за этим следить в отличие от всего народа это уже речка по крайней мере идеологиями очень хорошо известный соответствует это народ ведь почему обеспокоился? потому что пало несчастье над эффектом и им всем грозит опасность потому что дхарма рухнет поэтому действительно все были карьева и и ландас да все переведите все вместе пусть пусть будет помещен не шадится нет это все будет так все весь народ стоит чтобы препятствовать несчастью для царя следящим за за делом закон несчастью царя да я наверное упустил какую-то маленькую связь если можно повторить еще раз в том как у вас получилось пусть будет оповещен не шадец да будет в чем он будет оповещен как дальше синтакси строится пусть будет оповещен не шадец там какой знак должен быть в переводе на европейские языки выточи наверное выточи конечно существенно пусть не шадце будет сказано вот что не может вывести страсти согласно ну весь народ стоит чтобы препятствовать несчастью царя который следит за вы знаете за счет препятствовать я все-таки не очень понимаю какое слово препятствовать соответствовать народ он не препятствует он какой он не допустить может быть целевое у вас нет у него просто сказано что какой народ он откуда у вас целевая идея что как невыносящий что не может выносить не терпелив не могучий вы не могучий забыть не могучий вы не могучий вытерпеть не могучий претерпеть это там общая мама не 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 перенести несчастье царя который должен хранить их главную артуху верно ну еще раз попробуйте глазки так да будет оповещен не шанец весь народ собрался допустить несчастье царя который следящего за спасибо все прошел все кто следующий а вот так мало следующих операций нет пожалуйста а 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 Продолжение следует... 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 Дальше, старше. Наверное, это клазатив? Клазатив, конечно. Очень просто. Не подходит? Излюбленный, измученный. Дальше. Дальше. Я не включаю? Да. Дальше. 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 Ну, щёка — это раскалённый, гор, век, вот эти страдания... Вы подберите это слово, откуда оно взялось и как оно пострадало. Это шок. Хорошо. Ну, корень, видимо, был щёк. Шок, да, какой-то старый шок. О, вот это уже красиво, да. Правильно. Не помните, что щёк значит? Даже щёк. Пизоже значит что-то типа пикчи. Типа что, пикчи? Типа пикчи, да. Понятно. Сиять — это первое значение. Идалей, и жечь и так далее — это уже как сопровождающий. Типа пикчи. 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 Печаль от печь или горе отгореть. То есть, не кажется, еще как. Она должна была получиться из чего-то полотального. Давайте, из чего-то полотального. Идея неплоха. Ну, логично, чтобы с глухого полотального. Так и объясните. Потому что это совершенно правильное рассуждение. Но вы поймете спиной, чтобы это полезно услышать. И скрываете это знание народа. Совершенно верно. И все. О, у вас дало О. Бог с вами. От дол. Нет, депстат. Стоп. Нет, депстат. Прежде чем говорить, что попало, посмотрите аккуратно. А, О это происходит из А, у логичного образа. Причем из О, соответственно, для европейского. А это уже не тот логический этап совершенно. Так что в европейский строится. Какой же А? Ну, тогда... Да, что-то вот так и дальше. Здесь тоже О. Ну, основу можно удовлетвориться. Если хотите, можете окончательно чуть-чуть писать. А я не знаю, как он был. Почему-то же среднего полного. Ну, соответствия в славянском языке нет. Но как упражнение, почему не спросить вас, а что это было бы, если бы сохранилось в славянском языке? Ну, если это мужской был, то и жизнь какой-то не будет. Да, ну вот такое было бы. Этого нет. Ну, вот теперь уже, может, спеть, что мы с этим словом щеку обошлись, принимаемую оборотку данного целоса. Да, конечно. Вот, конденда. Да. С приставкой Тупо. Сделали приколитные причастия. Вообще, хан – это бить, убивать. Да. У пагана – это значит совсем видимо убивать. Прибить. Прибить, как говорится. Вот, призы. Прибить, приобретение. Правильно. Прибить. Нет, нет. Нет, 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 нет. Подыск, битые. Вот, естественно, каждый наиболее свои. У пагана… Ну, такой он убитый. Убитый, ушиблетный, так далее, да. Совершенно верно. Подбитый. Подбитый. Учетанный. Кстати, да. Подбитый соответствует тому, что куполь и под очень часто соответствуют друг другу. Да. Ну, это сознание, в том числе вид, наружность, ум, разум. Ну, вот это надо выбирать, может, рядом, касается это действительно разум или касается наружности. Ну, строго говоря, слово это позволяет. Хотя первоначальное значение, конечно, разум, а наружность – это уже через следующий шаг. Так что, более раннее значение, ум, состояние духа. Значит, ты что-то, что это впереди, это сложный слово. Что-то богато, что-то на… Обладающие видом убитым горем. Ну, выглядящие как убитое горем. Да. Да. Может быть, тот, у кого рассудок, захвачен горем? Этого через вид прибытия. Действительно, вам подправляют через умственные варианты. Я думаю, что это основное слово мне больше нравится. Убитая горем. В ней ищи забуду. В конце концов, если она выглядит удрученной, то, скорее всего, это из-за ее мыслей. Да, потому что вы примените более дальних значений слова чета. Я думаю, что из более ближних значений разум. С досудком, но убитым горем. Да. Все, переведите все вместе. Тогда она, изнуренная горем, речью непонятной от слез, сказала Гимовну Мишатсу. С рассудком… Сказала Гимовна с рассудком убитым горем Мишатсу. Что она сказала, очевидно, будет сказано дальше. Хорошо, на всех случаях прочтите. Так, я уже не помню, следующие были желающие? Но это уже повторно. Тогда продолжайте. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . . . Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. да, я думаю, что когда-нибудь, наверное, был я придумала нет, вы не придумали это из каких-то древних времен полезно повторить почему китайцы приходят на ум когда мы знаем слово мандрин они приходят в голову это мандарин европейское европейское восприятие этого слова ну там, может быть, действительно это уже не так существенно а так, в частности, слово мандрин в буддийском употреблении дошло до ушей европейцев и превратилось в тот мандарин который мы знаем не путать с мандарином съедобным который не отсюда съедобным, но без смысла так са, это связано с соединенными субъектами да са, это санитались множественно всем так это сань да Это корень бухач, который я сделал, существительная натип, это, ну, бухач вообще делить, разделять и служить, соответственно, существительная от него это часть преданности и верности, ну, наверное, какая-то верность. Дальше, действительно, первозачем, не разделять в самом вульгарном смысле, когда еще очень переводят охотники, там, называли своего мамонта, дальше его разделить, и вот для этого был корень, ну, соответственно, бхег, в царскритском хадж. И то, что при этом доставалось, доля, тоже, естественно, производилось от этого корня. И поэтому, в частности, построить от этого корня на европейское нормальное, глагольное имя. Мягкость этого, может, она могла бы быть, но она совершенно не обязательно, если превращается бракти, а не брашти, то мягкость этого не нужна. А если была бы у вас европейская мягкость, то это было бы тоже мхадж, но оно превращалось бы в санхи, в церебральное. Вы не узнаете это слово в славянском? Дело в том, что в славянском это считается иранским церебством, но, действительно, ну, понимаете, в значении «бог» уже довольно трудно к этому сразу войти. А в слове «богатый», которое, конечно, нет никакого не от «бога», а от более первоначального значения «бога», видно ровно то значение. «Богатый», у которого при вот том самом делении мамонта досталась очень хорошая доля. «Богатый», в отличие от «богого», который «бог», где «у» отрицательное. «Алабхана». Это редкий случай отрицательное. Какой-нибудь «не бог». Какой-нибудь «бога». Это как «у» греческое. Это уже не «у». Это редкий случай отрицания. Значит, «богатый» вам прекрасно дает. Значит, от «бог» означает, конечно, дело в том, что это уже в иранском получает значение божества «бага». «Бага» древнекарсидская. Так что корень, как видите, очень простой. И самым простым образом он отражается в греческом. Что это в греческом? С согласовкой «а» он идет в греческом. «Антропофагия» 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 «Что можно есть? Конечно, антропофагия» «С чего видно, что первоначальное занятие, при котором поменялось парень, в греческом и осталось». «Уловленный мамонт». А, собственно, славянских следов этого корня не осталось? Не заимствованных из иранского, а вот, собственно, вот, как славяк «бог». «Ну, был бы закон Винтера, был бы бак тогда, но бага нет». «Ну, я осталась, да, Хихтан?» «Ну, это, естественно, трудно, не сказать, что, видите, пункт значения «богатый пункт» «Иранское занятие, невесовское и славянское, это же не динар». «Антропофагия» 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 «Неприды хатик, поэтому должен быть закон Винтера, а раз его нет, то есть вот заимствование». «АО откуда?» «О – это краткий «А». «Антропофагия» 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 «Долгое макро, это же ценность». «В дело в том, что в Иранском есть два значения, есть вот эта доля и Бог, тот, кто её раздаёт, видимо, из разного ударения, по-моему, из-за принципов, видимо, об этом, да?» «Что-то Бог нет». «Ну, вообще говоря, это заходит дальше». «Ну, и перед». «Как Вы думаете, какой первоначальный корень этого фурац на европейском уровне?» «Ну, другое дело, что, конечно, наш «у» не смущать, но «у» – это, вообще говоря, призвук перед «р». «Вашим перед переводом» – это то, от чего огромное количество производных на европейских языках значение «вперёд» во всех европейских языках. «Пероначальный пер» с разными голосовками «пр», там «про», «вперёд» и так далее. «Всё это любвевный корень пер», который, вообще говоря, первоначально мог быть и глагольным, и тогда в русском сохраняется. «Всё это переть». «Переть», «напор» – это не просто двигаться, а двигаться, преодолевая сопротивление. «Ну, от него много производных именно с этим уже значением, какой-нибудь портус и так далее. Производный всё это, это вариант опереть». «Ну, упертый, да». «Порастый». 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 «Порастый» – буквально перед, да, спереди, в передней части и так далее. «При этом?» «Конечно, может быть и временно улучшение. И что же тогда, скорее всего, первоначальное объяснение доходило, что там?» «Сделанный перед, когда…» «Ну, сделанный первым, сделанный главным, сделанный, положенный впереди себя». «Ну, соответственно, какие люди, которые положили впереди себя верность царю?» «Верность – это всё-таки, наверное, не самая конечная фраза для бхактики». «Ну, преданность». «Преданность царю, да, наверное, да. Хотя, скорее, всё-таки, это более простое значение, так сказать, счастья царя, благополучия царя, сделавших для себя. Главное, считающие для себя важным прежде всего, ну, главное – это получить царя». «Преданность царя, да. «Преданность царя, да. Да. Такое, да. Да. Такое, да. Значит, так, красиво. ну корень архаси значит заслуживает и будет достойным изволить что-либо сделать и как-то переводит там дражка на архаси видимо она убеждает любых выслушать ну условно так, совершенно архаси просто может означать должен ну достоин, конечно, но очень тяжело сказать достоин вместо должен это состояние выслушать на самом деле, конечно, ты должен тебе следует да? дальше ну ичи я буду так снова и снова раньше говорим да да все переведите все, что не все оксаль русской находящийся ну можно и в дверях переводить в дверях на дворе желает видеть тебя да ну стоит желающий видеть тебя буквально желая видеть тебя вместе со всеми министрами желающий а это кто? вот это вот весь этот люд конечно желающий прежде всего счастья царю дальше это чья все речь? из речи Дамаянти видимо они там драж там стоящие тебя увидеть ну стоять чтобы тебя увидеть ну вы что-то вы за это слишком усложняете там сказано да раз что маргаси это непростая синтака раз что маргаси ты должен его увидеть ты должен его увидеть да я поняла да да ты должен ты достоин их увидеть ты достоин конечно да ну хорошо да так снова и снова говорила а там а там это к чему относится в любом в любом верно ну тогда теперь уж простите все спасибо 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 вы не дочитали того что ответил на что он еще в последний день не проиграл вот такой братский дом как назвать в другой город взвести с детьми дело в том что вещь которую к сожалению отпускаю у нас одного занятия не хватило когда он все проиграл мушкар ему сказал вообще-то у тебя одна вещь еще остается да вы помните да остается давай рискни и и вот тут степень безумия Нали которая описывается здесь все-таки оказалась не бесконечной очень удивительно что этот рассказ идет от Ньюдхи Штхиры который на которой его одержимость дхармой не оказалась бесконечной и жену он все-таки проиграл и это один из тех редких моментов когда рассказчик обращается к нему лично по имени не отца а он а он Ньюдхи Штхира жену свою не проиграл он не проиграл да он стиснул зубы проскрытия зубами и промоуглывал это к сожалению у нас не вмещается в последние занятия в последние занятия в то что последовало после того как проигравшего но не проигравшего с чем он остался вот все тогда значит одно занятие у нас это все не просто с Богом да так все спасибо